Постучал по столу и сообщил, что эта задача должна быть исполнена к 1 мая, на что Киреев ему возразил, что нет, уважаемый. В деревнях, в которых, например, вывоз мусора не производился вообще, произошло следующее. В снегу выкапывается небольшое пространство, туда бросается три ржавых контейнера. Ситуация, сложившаяся с добычей природного камня в Баймаке и вообще, наверное, в республике Башкортостан, можно охарактеризовать простым способом. По этим делам, а именно, обычно это заканчивается все штрафами, рассматривают они, как сообщил нам Сидякин, довольно небольшой круг событий, произошедших с гражданами, а именно это сплотимся вокруг руководителя, не дадим обмануть себя в очередной раз, исторк из себя вот этот самый Элвин Грей. Он с ухмылочкой такой, достаточно противной, сообщил, что все граждане Российской Федерации имеют право на компенсацию в случае, если эту компенсацию им назначат суд. Нет отравления диоксидом серы в Сибае. Точка. На что грамотные граждане в Сибае задали следующий вопрос. А вы как это диагностировали? Именно потому, что даже в Красногорске, по словам Мурзагулова, Ахмадиноров бегал по лесу и собирал грязь. На этой неделе существенных событий в жизни республики очень много, и потому мы, как обычно, поступаем в таком случае, делаем очередной выпуск не в субботу, а в четверг. И сегодня мы поговорим про прошедшую в понедельник оперативку и ситуацию в Сибае. А остальные темы, темы, которые связаны с долевым строительством и прочей истории, мы оставим на субботу, потому что там тоже произошло достаточно много интересных событий. В долевом строительстве продолжается раскол в движении обманутых дольщиков, и мы об этом поговорим в ближайшем выпуске. Последняя оперативка, прошедшая в правительстве под предводительством ради Хабирова, была так же весела и напряжена, как и предыдущая. Начали разговор с подготовки к столетию республики Башкортостан. В принципе, в этой области, наверное, каких-то проблем не будет, потому что традиционно и много десятилетий. Республика Башкортостан лидер в проведении всевозможных праздников и увеселительных мероприятий. Сабантуи и фестивали нам удаются на редкость хорошо. Умеем мы пустить пыль в глаза и порадовать сограждан. В общем, все будет замечательно. В этот раз намечена куча всяких мероприятий, начиная с Москвы и заканчивая Уфой. Всевозможные глобальные межпланетарные сабантуи, фестивали и концерты. Будем играть на скрипках, кураях и флейтах. В общем, будет все здорово. Самым главным днем этого празднества, естественно, будет 23 марта. Самый напряженный и самый торжественный день – это непосредственно та самая назначенная дата 100-летия Республики Башкортостан. Судя по всему, в этот день Уфу посетит Владимир Путин. Это особенно тревожит Хабирова. И на совещании в понедельник он очень строго всем повелел, чтобы все было очень здорово и хорошо и красиво. Я не знаю, будут ли красить небо и землю в Уфе, но, судя по всему, какие-то декоративные приготовления случатся. Много говорить о приготовлениях к столетию не стоит. Буквально через месяц мы станем свидетелями всего этого чудесного события и увидим сами. А все то, что будет связано с приездом Путина, я имею в виду какие-то события, не включенные в рамки мероприятий к столетию Республики, мы обсудим чуть позже. Дальше на оперативке случился доклад Киреева об оперативной ситуации в ЖКХ и дорожной ситуации. Ну, в обычную, в общем-то, скучную историю Киреев вставил то, что в Уфе выпало 120% снега, нормы снега за месяц. Ну, знаете ли, этот отмаз уже, ну, в общем-то, отыгранная история. Именно эти 120% в месяц все время упоминал предшественник Мустафина Ирик Елалов в качестве оправдания того, что он не почистил снег. В справедливости ради надо отметить, что в этом году снег на проезжей части города Уфы чистится практически идеально. Тут уже вот я неоднократно об этом с иронией и без иронией говорил. Действительно, ну, дороги иной раз просто даже избыточно почищены, то есть еще чуть-чуть и начнут снимать верхний слой асфальта. Во дворах, конечно, ад творится, и именно это отметил Хабиров, когда, ну, правда, он так мило это охарактеризовал, он сказал, что имеются отдельные факты затрудненного перемещения граждан. Ну, вот эти отдельные факты, которые имеются практически во всех дворах, они, конечно, всем понятны и видны. Ну, как говорится, чем богаты. По крайней мере, в отношении 16-17-го годов, когда вот эти вот совершенно дикие события происходили в Уфе с тем, что невозможно было проехать по центральным магистралям, когда улицы сузились вдвое, пробки были часовыми, ДТП вызывало просто коллапс там на центральных артериях города и так далее. То есть, по крайней мере, этого сейчас нет, и тут действительно низкий поклон господину Мустафину, с этой задачей он справился. Будем надеяться, что на будущий год он купит себе еще штук 30-40-50 каких-нибудь грейдеров и КАМАЗов, и проблема уборки внутри дворовых территорий тоже будет решена. Я очень на это надеюсь. В числе прочего, Хабиров опять напомнил Кирееву об обязанности купить технику для полива и подметания улиц. Тут он уже постучал по столу и сообщил, что эта задача должна быть исполнена к 1 мая, на что Киреев ему возразил, что нет, уважаемый глава республики, мы эту задачу исполним к 1 июня. Это был первый случай, когда министры правительства республики Башкортостан в открытую возражают Хабирову на совещаниях. Ну, в общем, Хабиров немножко опешил и сообщил Кирееву, что вот, знаете, наступит лето, я буду с балкона своего кабинета смотреть, если пыль будет летать, ну, в общем, и так далее. Также параллельно пригрозил Мустафину о том, что будут, как он сказал, у нас разборки по этому поводу. Ну, вот этот немножко такой дворовой сленг, он все чаще начинает проскакивать. Я думаю, что кто-нибудь из имиджмейкеров сделает Радио Фаритовичу замечание на этот счет, потому что, ну, это не очень здорово, на самом деле, использование подобной лексики, потому что по сию пору господин Хабиров все-таки старался производить впечатление столичного интеллектуала, который использует, ну, достаточно такой рафинированный набор выражений со своими подчиненными, подчеркнутая вежливость и корректность, которую в последнее время он начал, конечно, терять. Ну, опускаться до обсессивной лексики, наверное, все-таки тоже не стоит. Ну, и дальше перешли к любимой теме, к подъездам. Тут уже Радио Фаритович, как говорится, вошел в привычную роль, сходу сообщил, что Киреев потерял целый месяц работы, значит, и принялись анализировать то поручение, которое он дал на прошлом совещании. Напомню, что на прошлом совещании, на прошлой неделе, Хабиров в качестве усиления ситуации по подъездам дал задание Сидякину выслать сотрудников администрации главы по этим городам и подъездам, чтобы они прошли, проговорили, выяснили там осведомленность, там и прочее, прочее. Тут Сидякин, достаточно редко вообще появляющийся на сцене вот этого театра, отчитался перед Хабировым о проделанной работе. Отчет его был довольно кратким. Он сообщил, что все очень плохо, значит, там Стерлитамак, значит, Ишимбай и прочее, значит, все очень плохо было организовано господином Киреевым. Никто ничего не знает, жители не оповещены. Далее Сидякин кратко доложил о проделанной работе. Его сотрудники выехали в Стерлитамак, Ишимбай и Салават. Кстати говоря, очень удобно было выехать практически в одно и то же место. То есть не поехали ни в Октябрьский, ни в Кумертау, ни в Нефтекамск, а так съездили быстро, на 100 километров отбежали и так далее. И, в общем, приехали, привезя оттуда ужасные вести о том, что МинжКХ совершенно не выполнило свою работу, никто в городах не знает об этой истории с подъездами и так далее. В докладе Сидякина есть одна совершенно восхитительная фраза, которую я выписал и процитирую ее дословно. Она во многом характеризует, видимо, способность господина Сидякина к следованию курсам партии и правительства. Я имею в виду то, что Сидякин охотно подтверждает те тезисы, которые были изначально заложены в таком скрытом задании Хабирова. Поехать и подтвердить его предположение о плохой работе Киреева. Так вот, Сидякин произнес совершенно феерическую фразу и звучит она следующим образом. «В качестве положительного примера можно привести город Салават, где все подъезды находятся в неудовлетворительном состоянии». То есть, вот таким образом сконструировать фразу, чтобы, если ее внимательно прочитать два раза или переслушать, это, конечно, абсолютный оксюморон, но, тем не менее, Сидякин пользуется такими выражениями. В общем, разгромил он в пух и прах работу Киреева в этих трех городах. Ну, и упомянул и Уфу, сообщил, что в Уфе возмутительно, значит, включили массу подъездов, которые совершенно в идеальном состоянии, но их тоже включили в список этих реконструкций. На что Киреев, надо отметить, попытался отбиться от этих нападок Сидякина, сообщил, что Сидякин злонамеренно использовал не те списки подъездов, которые, на самом деле, надо было проверять, а использовал какие-то там вторичные списки, которые уже давно переписаны, а вот он, злодей, значит, их взял и специально их объехал, чтобы опорочить его честное имя. Но Хабиров прервал эту перепалку, сообщив, что у Киреева тоже каша в голове и каша со списками. Напомню, что в прошлый раз каша в голове была диагностирована у глав районов и городов, теперь, значит, выяснилось, что у Киреева тоже. В общем, на это уже было отвечать особенно нечего, и более того, Хабиров уже разогрелся от этой перепалки и, значит, строгого сообщил Кирееву о том, что не нужно его учить жизни, это его любимое выражение, и с главами Хабиров разберется сам. Ну, в общем, вся эта перепалка закончилась логично тем, что происходит практически повсеместно, по всем проектам Хабирова, переносами сроков. Хабиров сообщил, что теперь, значит, не до 1 марта продлеваем историю вот эту с согласованием с жителями от до 10 марта, а если надо, и до 15 марта. В общем, мы помним, что практически все проекты, все поручения Хабирова, которые он дает публично и не публично, не исполняются в сроке и переносятся где на месяц, где на два, где на пару недель. Я, конечно, это связываю с тем, что, во-первых, скорее всего, Ради Фаридович все еще не понимают, как работает вот эта административная машина и какие есть в ней внутри процессы, которые все-таки нужно учитывать. Нельзя через колено сломать эту систему, по крайней мере, ментально, нельзя, не приложив к этому физических усилий. Но и, кроме этого, конечно, вот это вот не попадание в сроки неисполнения вовремя поручения главы Республики Башкортостан, это, конечно, напрямую связано с качеством администрирования территории, с качеством управления ведомствами и, собственно, с теми качествами, которыми обладают люди, которые занимаются этими функциями. Я думаю, в определенный момент количество отложенных, переложенных и неисполненных поручений Хабирова должно превысить некую точку кипения и вызвать уже, наверное, у него какую-то реакцию. Но пока он терпеливо переносит все свои задания, откладывает даты их исполнения и так далее, и так далее. Следующим вопросом оперативки была реформа сбора твердокоммунальных отходов. Промежуточный итог подводили. Он тоже в большей степени, конечно, касался несчастного Киреева, разгром которого продолжился и на этой оперативке. Был констатирован вал огромное количество жалоб на двойные платежи, которые пытаются взыскать с жителей коммунальные службы в части вывоза мусора. Напомню, что в конце декабря Хабиров строжайшим образом всем своим подчиненным указал на то, чтобы ни в коем случае не было двойных платежек, переначисления сумм и так далее, и так далее. Отдельно поручил Ахмедханову за этим следить при строжайшем содействии всех силовых структур, чтобы около каждой помойки сидел милиционер или хотя бы ФСБшник. Ну, в общем, конечно, ничего этого не случилось. Конечно, валом по всей республике дублирующие платежки, конечно, бардак с начислением, конечно, очередной дежурный сбой системы в системе ЖКХ. Ну, в общем, конечно, ад творится с начислением этих денег. То есть, вот то, на что обратил внимание Хабиров, не было исполнено вообще. То есть, вчистую, нигде. Вторым моментом было то, что юридические лица совершенно не торопятся заключать договора на вывоз мусора по новой схеме. На данный момент меньше 5% юридических лиц заключили эти договора. Я так понимаю, что умудренный опытом наш бизнес решил немножко погодить. Посмотрим, что первым сдохнет, то ли ишак, то ли падишах. Но, в общем-то, никто особенно не рвется заключить эти договора. Юридические лица, в отличие от физических лиц, несколько более других условиях поставлены. И они должны сами заключить договора на вывоз мусора. Граждан-то просто поставили перед фактом. Вот вам платежка в зубы, 70 рублей с человека и платите. То есть, никто не спрашивал их согласия. А вот с юридическими лицами придется немножко повозиться. Так вот, они не особенно спешат заключать эти договора. Далее было констатировано, что нет контейнерных площадок, которые как будто бы уже должны были быть везде установлены. Значит, регоператоры не готовы с точки зрения инфраструктуры, техники, логистики, значит, мусоровозов и полигонов. Вот ровно все, что сказано было Киреевым перед началом этой реформы, только совсем наоборот сейчас констатируется. То есть, все то, что было доложено как существующее, налаженное и готовое в любую минуту начать работать, оказывается, отсутствует. Более того, действительно, за прошедшие пару недель я получил огромное количество отзывов из деревень, районов и малых городов Республики Башкортостан о том, что там вся эта реформа вообще проходит в фейковом режиме. Куча фотографий, куча сообщений о том, что в деревнях, в которых, например, вывоз мусора не производился вообще, произошло следующее. В снегу выкапывается небольшое пространство, туда бросается три ржавых контейнера. Фотографии вот некоторых из этих чудесных, так называемых, контейнерных площадок мы вам показываем. Так вот, эти три ржавых контейнера и есть итог мусорной реформы. Специалисты, с которыми я пообщался по поводу вот этого подхода, говорят, во-первых, машин, которые опрокидывают контейнеры такого типа, практически не осталось в наличии вообще. В природе они все уже вымерли, их не производят, и они больше, значит, не используются. Оставшиеся экземпляры, за ними охотятся коллекционеры всяких автомузеев. То есть, вывести и опрокинуть такой контейнер невозможно. Более того, судя по фотографиям, конечно, отбортовка этих контейнеров, их состояние и внешний вид, конечно, не располагают к тому, чтобы их вообще поднимали с земли, потому что они того и гляди развалятся. В некоторых деревнях, правда, их покрасили. Ну, это, видимо, такой стандартный подход к отчету о проделанной работе. Взять и все покрасить, неважно, что это. Земля, небо, газон, старый клуб или три мусорных контейнера. Вот это, на самом деле, реформа. Стоны рекоператоров о том, что они на грани рентабельности находятся, они вообще ничего не делали. То есть, они как вывозили мусор, так и вывозят, только по другой цене. Ну, я не говорю про города, потому что вот, ну, я лично по своему двору и своему вот этому мусорному узлу, у нас одна помойка там на 3-4 дома, я вижу, что все осталось ровно так, как было. И количественного приездов мусоровозов, и качество опорожнений этих контейнеров. Да, контейнеры-то еще остались от Елалова, вот эти вот красивые с крышечками. В общем, конечно, тут, прямо скажем, наметился некий провал. Ну, и Хабиров на совещании, значит, еще раз, на всякий случай, напомнил Кирееву, который, значит, намеревался увеличить тариф о том, что этого не произойдет, что 70 и 35 – это священные цифры для министерства ЖКХ. Далее, конечно, заговорили о совсем фантастических вещах, я имею в виду сортировку мусора. Вот прежде чем Радио Фаритовичу говорить об этих вопросах, надо бы, конечно, было проконсультироваться с кем-то знающим. Я признаюсь, что вот тема мусора, вообще, вывоза мусора, сортировки мусора, интересует меня очень давно, уже, ну, за много лет до того, как это случилось в России, я интересовался опытом этих практик за рубежом, выезжая за рубеж, смотрел и в Латинской Америке, и в Европе, и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке. Мне это очень интересно, я хорошо знаю, как это устроено в мире и во многих странах. Так вот, Хабиров на прошедшем в понедельник совещании потребовал довести сортировку мусора в республике Башкортостан до 30%. Радио Фаритович, даже во многих цивилизованных странах показатель 25% считается очень хорошим. В среднем по стране, я имею в виду, конечно. Есть города, такие как Ганновер, или небольшие города на севере Германии, они действительно иногда доводят сортировку и до 60%, но это абсолютный рекорд для цивилизованного мира. О каких 30%, Радио Фаритович, вы говорите, если в Уфе именно на этой неделе закрылся единственный и последний сортировочный пункт сортировки мусора в Уфе? У нас степень сортировки мусора, Радио Фаритович, 0%. И дойти до 30% для Башкортостана – это абсолютно невозможный показатель, по крайней мере, в течение нашей с вами жизни. В общем, конечно, надо ставить реальные задачи, а самое главное – надо понимать, какими силами этого достигать. Достаточно большое количество инвесторов, западных инвесторов, готово заходить на любые дикие территории, каковым, конечно же, они относят в своей системе координат и территорию Башкирии. Я имею в виду инвесторов, которые специализируются на сортировке мусора. Но для этого им нужно создать настоящие условия, а не те фейковые, которые сейчас существуют в Башкортостане. Ну, повелел так повелел, как говорится. Сказал 30% сделать, я думаю, что в скором времени Киреев отчитается о 30% сортировке мусора. Ну да ладно. На этом мусорная тема на освещании была закрыта, и перешли к радужным темам, радующим начальство и слух Хабирова. Заслушали доклад министра экологии и природопользования Мирхайдара Фадхулина, который отчитался о выполнении тех задач, которые были ему поставлены в самом начале работы его на посту министра. Речь идет о ситуации с добычей камня в Баймаке. Надо отдать должное. Господин Фадхолин справился, на мой взгляд, на 100% со своей задачей. Он полностью заблокировал добычу камня в Баймаке, аннулировал половину лицензий, обвешивал весь район видеокамерами, обставил пунктами весового контроля. В общем, добывать природный камень теперь в Баймаке нет никакого смысла с точки зрения сложившихся традиций бизнеса. А установятся ли новые традиции, новые системы взаимодействия, себестоимости, прибыли и целесообразности ведения этого бизнеса в Баймаке, мы посмотрим. В общем, Хабиров остался доволен. То есть, в принципе, конечно, и правильно сделал, потому что надо иногда чему-то радоваться, а то оперативки могут превратиться в какие-то суды вообще в ближайшее время. В общем, господин Фадхолин порадовал своего начальства, порадовал, в принципе, наверное, и нас, потому что, как абсолютно верно заметил Хабиров еще в ноябре, ситуация, сложившаяся с добычей природного камня в Баймаке и вообще, наверное, в республике Башкортостан, можно охарактеризовать простым способом. Нет никакого смысла тратить природные ресурсы на то, чтобы не получать за это вообще ничего. То есть, вывозить этот камень куда-то за пределы Башкирии, получать гигантскую прибыль где-то там в Москве по совершенно заоблачным ценам, ничего сюда не получать в республику, платить нищенскую зарплату местным жителям и так далее. То есть, проще этого не делать. Собственно, что теперь и случилось. Смогут ли они перепрофилировать или переформатировать этот бизнес на другой уровень, сделать его цивилизованным и правильно? Ну, посмотрим, в ближайшее время станет понятно. Традиционно в конце оперативки Хабиров вдруг вернулся к другой теме, к предыдущей теме, и этой темой был все-таки опять Киреев. Как и на прошлой оперативке, видимо, остаток времени после столкновения с МинжКХ Хабиров провел в мыслях об этом ведомстве и в полуха слушал остальных выступающих. Значит, Хабиров внезапно опять вернулся к Кирееву и обратился к нему в таком ключе, что вы, Михаил Юрьевич, знаете меня давно, вы знаете, что я человек, у которого слов благодарности больше, чем слов критики, но работа вашего министерства, значит, не вызывает других эмоций, вы слушайте, пожалуйста, меня, и так дальше бесконечно не может продолжаться, я вам доверил важнейшее направление правительства, сделайте так, чтобы я мог вас благодарить, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя сделайте выводы, я не понял, что это было. То ли действительно Хабиров понял, что он немножко перегнул палку, переборщил и, в общем-то, сам себя поставил в безвыходное положение, потому что, вообще-то, если суммировать все, что сказано было на последних двух оперативках, то вот именно Кирееву надо пойти и застрелиться, как советовал Хабиров Гельмуддинову, то есть, причем застрелиться, наверное, два раза нужно. Но Киреев, судя по всему, не особенно обладает вот этой офицерской честью и выбегает за угол стреляться, он не спешит. Потому, наверное, Хабиров, понимая, что немножко перегнул палку и сам себя, в общем-то, поставил в безвыходное положение, он как-то немножко откатился назад и смягчил вот эти все формулировки, давая опять очередной шанс Кирееву выправиться. Я полагаю, что, на самом деле, конечно, такого шанса нет. И чтобы оставить Киреева на своей должности, нужно, чтобы его успехи были подтверждены какими-то фактами. Этих фактов, конечно, мы не увидим, потому что сделать то, что не сделал уже сейчас Киреев, невозможно. На самом деле Киреев не сможет закупить технику поливочную и уборочную для городов. На самом деле Киреев не сможет обойти подъезды и в полной мере договориться с гражданами о порядке ремонта подъездов. И тут уже либо придется обоим им, Кирееву и Хабирову, имитировать оргазм от выполненной работы, сообщать нам, что все сделано, исправлено и теперь все ура-ура, либо все-таки Хабирову придется констатировать то, что Киреев не справился, увольнять его и переформатировать Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Все это мы поймем в ближайшие месяцы-полтора, но действительно это ловушка. Также на прошедшей оперативке господин Сидякин, не часто подающий голос на этих мероприятиях и вообще не всегда на них присутствующий, отчитался о проделанной работе в области некой реформы административных комиссий в районных советах. Не все знают, что существуют вот эти административные комиссии, и абсолютно меньшинство людей, к счастью, знает, чем они занимаются. На самом деле административные комиссии занимаются рассмотрением административных дел граждан и вынесением решений по этим делам, а именно обычно это заканчивается штрафами. Рассматривают они, как сообщил нам Сидякин, довольно небольшой круг событий, произошедших с гражданами, а именно это дебоши, шум после 11 ночи, неправильная парковка, нарушение общественного порядка в части загрязнения окружающей среды, грубо говоря, выбрасывание мусора в неположенные места, неправильная парковка и нарушение правил оформления городской среды. Речь идет о незаконных вывесках и всевозможных проявлениях вот этой вот наружной рекламы и так далее. Так вот, эти административные комиссии содержатся за счет собственных сборов, и по статистике, которую привел Сидякин, в прошлом году они собрали там что-то порядка, по-моему, 50 миллионов рублей, истратив на собственное существование примерно половину этой суммы. Ну, собственно, неплохая рентабельность, стопроцентная прибыльность этого предприятия. Однако, внезапно Хабиров как-то очень резко среагировал на эту историю. Он похвалил Сидякина в той части, что административные комиссии работают теперь везде, во всех районах. Он отметил, что безобразие, что есть несколько районов Республики Башкортостан, в которые вообще административная комиссия никого не оштрафовала, и он потребовал от Сидякина в тысячи раз увеличить собираемость штрафов вот этих административных комиссий. Именно в тысячи. Даже Сидякин, напешив от этого, немножко так это возразил, что, может быть, все-таки Радий Фаридович там в сотни. Нет, в тысячи. То есть, речь идет о том, что Хабиров хочет собрать 5-6 миллиардов с граждан Республики Башкортостан в качестве штрафов. Вот тут, конечно, об этом надо задуматься. Вообще, это одна из имиджевых ошибок, на самом деле, таких, пускай и не фатальных, и не глобальных. Хабиров не приминул сообщить, что Республики Башкортостан живут вообще очень низко цивилизованные люди. И вот тут, конечно, наружу выходит вот этот вот столичный снобизм. Вообще, вот нужно в срочном порядке вот этот столичный снобизм Радию Фаридовичу искоренять из своей практики, потому что нет ничего хуже и ничего проще, чем обидеть провинциалов вот подобными выражениями. Все еще считающийся приехавшим в Республику Хабиров уже позволяет себе обобщить и сообщить, что Республику населяют очень нецивилизованные люди. Я бы поостерегся на месте Хабирова вот таким образом характеризовать своих сограждан, но, тем не менее, это случилось. Требование увеличить прессинг штрафов на граждан тоже, в общем-то, наверное, не самый лучший пиар-ход в преддверии выборов. Но, тем не менее, вот на прошедшей оперативке это случилось. В общем, сограждане, обращаюсь к вам, будьте осторожны, теперь административные комиссии постараются взыскать с вас в тысячу раз больше штрафов, чем вы платили в прошедшие периоды. Ну и центральная тема, конечно, в Республике это Сибай. И на этой неделе там произошло много событий, о которых стоит поговорить. Перечислю сейчас сначала такие короткие, но важные моменты. Во-первых, там началась проверка Ростехнадзора. С определенным запозданием Ростехнадзор решил все-таки проверить деятельность Сибайского филиала УГОКа. Проверка эта будет длиться месяц. Ну, я не возлагаю особых надежд на то, что это ведомство само себя выпарит, подобно интерфицерской вдове. Потому что до сего момента нарушений никаких особенных там никто не констатировал. И было бы странно, если сейчас они вдруг обнаружат эти нарушения. Но, тем не менее, эта проверка идет. Подтопление на вчерашний день составило 28 метров. Ну, мы уже много говорили о том, что эти цифры, о которых говорят начальники, постоянно путаются и меняются. И вот история с уровнем подтопления здесь не является исключением. Потому что уровень подтопления называется очень разный. То говорят 120 метров, то говорят 160 метров, то говорят 80 метров. Я имею в виду конечный уровень затопления чаши карьера. Ну, в общем, на 28 метров они его сейчас затопили. Они так говорят. Никаких способов проверить эти цифры абсолютно не существует. И, конечно, даже по самым скромным оценкам, это менее 30% того, что должно быть сделано. Оставшиеся 70% они должны сделать за 20 дней, которые остаются до того дня, который назначен в четвертый раз датой конечного решения Сибайского вопроса. Однако, все говорит о том, что, наверное, к 20 марта эта история не будет закончена. Также стало известно о том, что существует некое секретное решение Минздрава Республики Башкортостан о том, что учреждением Минздрава, расположенным в Сибае, разрешено закупать всевозможные медицинские компоненты, минуя положенные конкурсные процедуры. Казалось бы, это какой-то странный неважный момент, но на самом деле это не так. Так, пытаясь облегчить порядок закупки вот этих вот медицинских компонентов для жителей Сибаев в связи с вот этой вот чудовищной ситуацией, сложившейся с экологией в этом городе, Министерство здравоохранения пошло на прямое нарушение всех правил и законов, которые существуют в этой области, не вводя чрезвычайной ситуации. Вообще-то вот подобные процедуры всегда связаны именно с чрезвычайной ситуацией. Когда она случается, тогда действительно отключаются все вот эти вот бюрократические и законные условия по закупке всевозможных медицинских компонентов. Ей нужно срочно там закупать бинты, марлю и прочие, значит, штуки для Министерства здравоохранения. Однако, сейчас вот этот секретный циркуляр позволяет делать этим учреждениям закупки напрямую. Однако, существенного улучшения с медицинским обеспечением в Сибае не случилось. Мы об этом поговорим чуть позже в контексте встречи Хабирова с жителями Сибае, которая случилась буквально вчера. Ну, вот этот факт еще, наверное, ожидает своей оценки с точки зрения законности, с точки зрения оценки этого события правоохранительными органами. В общем, посмотрим. Также на прошедшей неделе к ситуации в Сибае был подключен известный певец ртом Элвин Грей, который разразился вообще собственным мнением в отношении ситуации в Сибае. Ко всеобщему удивлению соплеменников и сограждан Элвин Грей, значит, высказался буквально об этом следующим образом. «Подставим плечо в Рио главы республики, серые кукловоды наносят удар за ударом в поддых республиканской власти, республика так ослаблена, что еще один пинок она может не выдержать, сплотимся вокруг руководителя, не дадим обмануть себя в очередной раз и сторк из себя вот этот самый Элвин Грей». Народ немножко так опешил вообще от этого всего. Понятно, что у этого юноша столько слов в голове никогда не было и, наверное, не будет, и кто-то ему надиктовал вот эти вот замечательные тезисы. СМИ предположили, конечно, здесь руку Кремля, либо школу Суркова. Многие приписали эти тезисы господину Сидякину, следуя стилистической логике высказываний и так далее. В общем, конечно, выглядело это отвратительно и позорно, но, во-первых, мы уже знаем о том, что этот юноша себя частенько ведет двояко, и то он башкирский, то татарский певец, в зависимости от того, откуда поступают текущие платежи. Во-вторых, я полагаю, что стоит ли вообще обращать внимание на мнение вот этих вот певцов ртом в контексте какой-то техногенной и достаточно серьезной проблемы, я вообще полагаю, что, наверное, не стоит. Но, тем не менее, конечно, выступление этого замечательного исполнителя «Чужих слов» вызвало достаточно широкий резонанс в кругах людей, которые следят за ситуацией в Сибае. Также на прошедшей неделе был подан опять документ уведомления на проведение митингов Сибая. На этот раз известная в кругах башкирской общественности Рамиля Саитова подала уведомление, в отличие от группы Сибай Дыши, которая подавала, ну, на самом деле, фейковый, значит, митинг, от которого они тут же отказались. Рамиля Саитова подала нормальное полноценное уведомление, в нужное время, в положенный срок, в 9.02, она сдала уведомление на проведение митинга 13 марта в Сибае. Мы пока не знаем, согласован ли этот митинг властями и правительством Республики Башкортостан. Полагаю, что, конечно, откажут в проведении этого митинга, потому что концепция властей, теперь уже понятно, что никаких митингов, никаких волнений в городе Сибае происходить не должно. Но будем наблюдать эту ситуацию. Продолжается эпопея с коммунистическими эмиссарами в Сибае. Напомню, что туда выехали представители КПРФ, это Диана Демидова и еще какая-то, значит, группа товарищей, которые занимаются там деятельностью, о которой, наверное, и говорят все вот эти пропагандисты, я имею в виду все серых кардиналов. Я уже говорил о том, что Диана Демидова в предыдущий период времени якобы пострадала от смога в Сибае, получила отравление и так далее. Она продолжает настаивать на этом. Не знаю, насколько все это достоверно. Теперь Диана занимается закупкой газоанализаторов. Она сообщила о том, что как будто бы уже этот газоанализатор добыт, и он находится в Уфе, и в ближайшее время она привезет его в Сибае и будет независимым образом мониторить качество воздуха. Вообще, вот эта общественная попытка контролировать качество воздуха параллельно с теми данными, которые дает власть, она в Сибае набирает обороты. Также та самая группа Сибай-Дэши тоже как будто бы где-то раздобыла эти газоанализаторы и тоже занимается оценкой уровня диоксида серы в воздухе Сибая. На прошедшей неделе выбросы продолжились, и ПДК опять превышал показатель в 20. Забавно или незабавно, может быть даже трагично, прозвучало предложение властей в момент превышения ПДК до 20 единиц переехать в пункты временного пребывания, в которых в этот момент превышение ПДК было 4,5. То есть из одного смертельно опасного места власти Сибая предложили жителям переехать в другое смертельно опасное место, в котором просто вот эта смертельная опасность была несколько ниже, чем в местах их проживания. В общем, конечно, с показанием этих датчиков творится что-то совершенно неописуемое, и, на мой взгляд, совершенно правомерно жители Сибая потеряли всякое доверие к той информации, которую дается МЧС и властями Сибая о превышении ПДК в том или ином районе города. Буквально вчера в Сибая случилось событие, которое, в общем-то, закономерно должно было случиться. Я имею в виду встречу Радия Хабирова с жителями, такую обширную, более чем двухчасовую встречу, которую он провел в одном из каких-то больших залов. Я не знаю, что это там было, Дом культуры или здание администрации. Два с лишним часа Радия Хабиров вместе с директором Уральской горно-металлургической компании Андреем Козицыным беседовали с жителем Сибая. Встреча эта не особенно афишировалась. Известно о ней стало буквально накануне вечером. Это тоже, конечно, говорит о методике организации этих мероприятий со стороны администрации города Сибая. Держать в секрете подобные мероприятия неправильно. Либо они преследуют целью собрать туда нужных, правильных людей. Кстати говоря, эта попытка не увенчалась успехом. Несмотря на то, что две трети зала были забиты, очевидно, сотрудниками администрации, либо бюджетниками, заряженными на правильные вопросы, все-таки на эту встречу пробилось определенное количество людей, которые хотели задать серьезные и важные вопросы. Все-таки им это удалось. Я констатирую это. Действительно, разговор не был причесанным и таким срежиссированным, хотя все попытки для этого предпринимались. В зале, очевидно, сидели люди, которые должны были задать заготовленные вопросы. Но надо понимать, что вот эти исполнители, они настолько низкого уровня и так плохо подготовлены, что их скромно поднятая рука не на всю высоту, в общем-то, не была замечена Хабировым. Ну, собственно, о чем шла речь на этом мероприятии? На мой взгляд, оно было выстроено таким образом, чтобы перенести основной груз ответственности с администрацией Сибая и властей республики на Уральскую горно-металлургическую компанию. Именно для этого на этом совещании присутствовал господин Казицын, который отчаянно скучал и морщился без конца, значит, как-то его передергивало от этого общения с населением. Ну, было очевидно, что мужчина абсолютно не считает возможным и обязательным о чем-то там отчитываться, что-то обещать, за что-то отвечать перед населением. Очевидно, что он дистанцировался от республики Башкортостан и не ассоциировал себя с этой территорией. Ну, дяденька, конечно, вел себя вызывающе, цинично. Поблескивая часами за 4 миллиона рублей, он так очень резко отвечал на вопросы, которые ему задавались. Ну, и, собственно, по порядку, о чем шел разговор. Я разделю свой комментарий вот этой встречи на две части. Первый – это будет разговор с Казицыным, второй – разговор с Хабировым. Хотя они фактически выступали там дуэтом. Главные вопросы, которые задавались Казицыну со стороны жителей города Сибая, это вопросы о компенсациях. Казицын с первого момента всей этой встречи дал однозначно понять жителям города Сибая, что ничего они не получат, иначе как через суд. Он с ухмылочкой такой достаточно противный сообщил, что все граждане Российской Федерации имеют право на компенсацию, в случае, если эту компенсацию им назначит суд. Вот, дескать, идите судитесь, попробуйте, докажите, что вы получили какой-то ущерб, и потом, значит, мы, может быть, вам чего-нибудь заплатим, и то через суд. Мы прекрасно понимаем, что технические, юридические, финансовые возможности отдельно взятого гражданина города Сибая и гигантской корпорации с 400-миллиардным оборотом УГМК абсолютно неравны. И шансов в суде кому-то что-то доказать достаточно мало. Ну, господин Казицын прекрасно это понимает. Прекрасно понимает, что никаких шансов отсудить эти компенсации нет, особенно на фоне того, что сделано все для того, чтобы граждане города Сибая не имели документальных подтверждений отравления диоксидом серы. Тем не менее, вопросы эти были заданы. Выступил с хорошо подготовленной презентацией представитель общественной группы Сибай Дэши. Эта группа, очевидно, прикормленная властями города Сибая, выступает в качестве такой умеренной оппозиции. Я так понимаю, регулируемой, подконтрольной оппозиции внутри Сибая, которая требует, например, отказиться на материальной компенсации. Один из лидеров этой группы выступил с этой презентации, сообщил нам о том, что ОГМК извлекает гигантские доходы из недр республики, ни черта никому не платит, зарплаты очень низкие. В городе Сибая практически свелись к нулю продажи недвижимости. И действительно, наверное, перспектива вообще строительного рынка и рынка недвижимости в городе Сибая практически нулевая. И так далее, и так далее. На что господин Казицын с ухмылкой обозвал этих активистов белыми касками, что, видимо, в его представлении считается таким абсолютно недопустимым грехом. Также Казицын на вопрос о том, остановит ли работу карьера, сообщил, что нет, не остановит. До тех пор, пока это не остановит какие-нибудь государственные органы и так далее. То есть, имеем право, будем копать. Но вопрос о том, что будет ли производиться рекультивация карьера до 2030 года, как заложено в лицензионных документах, господин Казицын также ответил отрицательно. Соответственно, он как бы отговорился, что, дескать, существует некий проект. Вот по этому проекту и будем все делать. Ну, это значит, что не ранее 2030 года вообще все эти работы наступят. Также господин Казицын сообщил, что, ну, выделят у ГМК 200 миллионов городу. Как бы, на самом деле, это такая, даже в масштабах бюджета города Сибая, это такая жалкая подачка. Потому что, напомню, что бюджет Сибая составляет 1,3 миллиарда рублей, но 200 миллионов от УГМК на какие-то там общие нужды города – это, конечно, капля в море. В общем, конечно, Казицын вел себя вызывающе цинично, отрицал всякую, собственно, и корпоративную ответственность, перебивал выступающих, вечно пытался, значит, там, вставлять какие-то ехидные словечки. Чувствуя свою силу, господин Казицын, в общем-то, отбывал тяжкую повинность, суть по всему. Господин Казицын был принужден посидеть на этом совещании властями республики. Я не думаю, что он присутствовал на этом мероприятии добровольно. Тут наметился некий конфликт все-таки между УГМК и администрацией Хабирова, потому что то, как вел себя Хабиров на этом мероприятии, очень сильно контрастировало с поведением и действиями Казицына, а именно в той части, что Хабиров действительно старался понравиться жителям Сибая. Хабиров действительно нервничал. Это было заметно и по цвету лица, и по тем выражениям, которые время от времени, в общем-то, у него вырывались. Надо отметить, что, конечно, Хабиров все еще не готов к конфликтным контактам с населением. У него все еще не хватает выдержки участвовать в подобных процессах, потому что диалог с толпой в зале действительно находилась толпа. И, как я уже говорил, не удалось сформировать вот этот коллектив, сидящий в зале, исключительно из подчиненных Авзалова, и там была достаточно агрессивная такая среда. Хабиров время от времени все-таки повышал голос, пытался как-то структурировать вот этот диалог. Надо понимать, что разговаривать с толпой почти невозможно. Можно только говорить в толпу. Хабиров все еще, наверное, этого не понимает. Он пытается выстраивать диалог с хаосом. Ну, ладно, это вопрос навыков. Все-таки выглядел он очень достойно. На самом деле, вот я должен это отметить, он демонстрировал персональное уважение к собеседникам, невзирая на то, в каких выражениях, значит, к нему обращались граждане. А на этой встрече все-таки случились такие моменты, которые, ну, как бы вот иногда происходят, когда случается шанс высказать в лицо власти все свои наболевшие проблемы. И вот люди, ну, их срывают, да? Значит, там зачастую начинали жаловаться совершенно на, как бы, посторонние истории. Хабиров все-таки пытался выводить беседу в нужное русло, напоминал, что речь все-таки идет о проблеме Сибая. Ну, ему еще предстоит, видимо, научиться вести подобные диалоги, если он, в принципе, планирует вообще с людьми разговаривать по-настоящему. Далее будем анализировать, как происходил диалог Хабирова с жителями Сибая. Я опущу намеренно нетематические вопросы. Их было очень много, потому что, ну, жители начали говорить про баню, про дорогу, про стоимость осмотра газового оборудования. Вот эти вещи мы сейчас не будем обсуждать. Это действительно извечные проблемы, которые, наверное, будут подниматься в любом контакте Хабирова с населением, но конкретно по вопросам Сибая. Абсолютное большинство вопросов жителей к Хабирову было связано с медициной. И здесь Хабиров к своему удивлению и закономерному раздражению столкнулся с тем, что, оказывается, вот эта медицинская помощь, которая была так широко разрекламирована, и медицинское, значит, десантирование туда вот этих медицинских сотрудников в город Сибай не возымели должного действия. Оказывается, невозможно записаться к специалистам. Оказывается, медицинские учреждения Сибая ограничивают прием граждан. Оказывается, к этим чудо уфимским врачам невозможно попасть. Хабиров был крайне удивлен этому обстоятельству. Значит, он поднял там присутствующего замминистра здравоохранения. Я, к сожалению, не знаю фамилии этой дамы. Ну, в общем, он ее отправил там, созваниваться с министром, добиваться чего-то, каких-то ответов и так далее. Жители очень резко охарактеризовали ситуацию с медицинской помощью в городе. Хабиров в очередной раз убедился в бездействии и неспособности работать господина Авзалова. На примере женщины, которая встала и заявила, что до сих пор в городе Сибая выдаются участки в непосредственной близости от карьера нуждающимся, семьям с детьми инвалидами и так далее. Ну, Хабиров как-то так растерялся и уточнил, а сколько участков там нарезано-то около карьера. А Авзалов ему говорит, 1500, полторы тысячи участков снова раздадут рядом с этим карьером. Тут, конечно, Хабиров, ну, надо отдать должное, среагировал правильно. Он хотел, но не рубанул с плеча. То есть это было заметно. Он хотел вдруг, значит, прекратить этот процесс, но сам себя сдержал и сказал, давайте подумаем. Потому что, ну, полторы тысячи участков это действительно среда, в которой могут возникнуть огромные проблемы. Кому-то уже их выдали, кто-то там уже согласен, кто-то не согласен. То есть очередной раз я надеюсь, что Хабиров для себя понял, что вот господин Авзалов и его администрация это, ну, это не администрация города. Надеюсь, что он сделает все-таки глобальный вывод и все-таки прекратит действия вот этого гражданина в городе Сибая. также жители остро поставили вопрос с фактами отравления диоксидом серы. Вот это был, пожалуй, что самый острый момент в этой встрече. Мужчина, задававший вопрос, задал вопрос заместителю министра здравоохранения и сказал, скажите нам, сколько диагнозов отравления диоксидом серы поставлено на данный момент Сибая. Я ждал, что наконец-то жители Сибая вот так сформулируют этот вопрос. И вот это случилось. Дамочка замминистра здравоохранения таким хорошо поставленным стальным голосом отчиталась, что, дословно цитирую, ни одного диагноза патологии в результате воздействия диоксида серы в городе Сибая нет. Нет отравления диоксидом серы в Сибая. Точка. На что грамотные граждане Сибая задали следующий вопрос. А вы как это диагностировали? У вас есть химико-токсикологическая лаборатория в Сибая? Мадам замминистра сказала, что нет. У них нет средств для диагностирования отравлением и потому никакого отравления нет. Ну, тут вмешался Хабиров и, значит, поручил этой мадам выйти за дверь, созвониться с министром здравоохранения Забилиным и договориться о том, что мобильная химико-токсикологическая лаборатория должна выехать в город Сибай. Вот это, конечно, очень тонкий, очень опасный момент, которого очень боятся власти, которого боится Хабиров. Если вдруг все-таки отравление диоксидом серы будет доказано хотя бы в одном случае в городе Сибая, случится страшное, тогда вот эти проблемы, вот эти иски, вот эти вот претензии к УГМК и к местным властям, конечно, возобновятся. Но я думаю, что власти города и республики сделают все для того, чтобы какие угодно диагнозы были поставлены, только не отравление диоксидом серы. Разговор о ложных диагнозах на этой встрече шел бесконечно. Несколько раз граждане заявили о том, что в самых сложных, самых каких-то опасных ситуациях врачи Сибая ставят банальное ОРВИ. Многие врачи в открытую говорят, что мы же все тут дышим этим воздухом, что вы хотите. Но, тем не менее, диагнозы отравления, диагнозы токсикации никто не ставит. Ну, как бы, что теперь сделать, если такая позиция выбрана властями? Но я думаю, что они будут продолжать стоять на этой позиции. Был задан вопрос о том, будет ли вводиться чрезвычайная ситуация в Сибае, это тоже опасный и главный вопрос, который все-таки должен был прозвучать, и он прозвучал. Тут Хабиров жестко определил свою позицию. Он заявил о том, что оснований для введения чрезвычайной ситуации в городе Сибае нет. Все, точка. Я думаю, что на этом обсуждение этой темы закрыто. Сибайцам бессмысленно сейчас добиваться от властей введения чрезвычайной ситуации. Решение принято, оно по всей видимости согласованное с федеральными властями, введения чрезвычайной ситуации в Сибае не случится. Ну, в завершение этой двухчасовой встречи Хабиров сообщил, что в период 20-25 марта он планирует еще раз также встретиться с жителями Сибая. Он рассчитывает на то, что затопление, которое идет в карьере, возымеет свое действие и к этим датам уже изменится ситуация с содержанием диоксида серы в воздухе Сибае, и они поговорят уже по результатам этих событий. Очевидно, что окончание затопления в очередной раз и тоже откладывается. То есть, речь уже не идет точно о 20 марта, а уже как бы этот срок и в речах Казицына, и в речах Хабирова он уже начинает размываться, и это, видимо, совсем конец марта. Судя по всему, тем самым власти все-таки понимая, что затопление может и не дать результата, понимая, что они могут и не успеть затопить карьеру до нужной отметки, они выводят вот этот рубеж обсуждения за дату 23 марта. Напомню, 23 марта в Уфу в Башкирии должен приехать Путин. И ужасно беспокоят башкирские власти, что ситуация с Сибаем может каким-то образом проявиться в момент приезда любимого руководителя в республику Башкортостан. Очень не хотят власти, чтобы сибаицы каким-то образом лично донесли Путину вот эту катастрофическую ситуацию в городе Сибая. Ну, в общем, встреча запланирована на после 20 марта. К счастью, в Уфе и в Башкирии происходят не только трагические, тревожные или какие-то печальные события, но еще и веселые, сатирические, забавные и смешные. Я говорю о последнем эфире передачи «Персонально ваш» радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, в которую был приглашен господин Мурзагулов. Ну, конечно, эта передача должна была бы называться «Дифирамп», но она сохранила свое номинальное название, называлась «Персонально ваш». Понимая, что в последнее время теряет свои позиции, прекращает быть какой-то боевой единицей, а превращается в боевой ноль, господин Мурзагулов последовал своему учителю, своему наставнику Владиславу Суркову, который, как мы помним, недавно разразился статьей, статьей по негрикам, статьей восхвалением Путина в одном из изданий федеральных. Но Мурзагулову, видимо, было лень чего-нибудь писать, и он решил прийти в эфир «Эхо Москвы» и 40 минут доказывать Хабирову, как он его любит, уважает и ему поклоняется. Напомню, что в последний раз выезжая в Сибай вчера же, кстати говоря, Хабиров демонстративно не взял с собой Мурзагулову. Хотя оттуда из Сибай он ему пенял о том, что плохо-плохо вы там чего-то распространяете в своем башенформе. Ну, видимо, пребывая в легком отчаянии от этого факта Ростислав отправился на «Эхо Москвы» и пропел оду славы и радости своему начальству. Я перечислю тезис на то, что сообщил нам Мурзагулов в отношении любимого руководителя. Первое. Хабиров связан, я цитирую дословно, «пуповиной» с каждым из четырех миллионов жителей Республики Башкортостан. Дорогие жители Республики Башкортостан. Имейте, пожалуйста, это в виду. Если что, у вас есть общая пуповина с Радием Хабировым, то можно в определенный момент за нее потянуть, подергать и дать знать любимому руководителю, что вы все еще живы. Хабиров умеет и знает абсолютно все. Об этом нам сообщил Мурзагулов. Хабиров ответил на все вопросы. Это в контексте того, что если есть какие-то претензии, Хабиров всем на все ответил. В общем-то, можете больше их не задавать. Хабиров побеждает на выборах, даже если в них не участвует. Это к чему? Потому что Валеев задал вопрос, ну что, как Ростислав? Уже начали избирательную кампанию. Ростислав возмущенно заметил. А Хабирову вообще не нужна избирательная кампания. Он вообще побеждает на выборах, даже в них не участвует. То есть, я не удивлюсь, если Хабиров не заявится на выборы, но победит на них. Ну, в общем, конечно, это такой дикий бред, который нес Мурзагулов в эфире «Эхо Москвы». можно, конечно, объяснить только отчаянием. То есть, только потребностью дистанционно доказать своему сюзерену верность, в которой он, видимо, усомнился, либо эффективность, которой уже, очевидно, отсутствует. Ну, совсем для всех понятно, что Мурзагулов не справился с той задачей, которую ему поставил Хабиров. Ну, это вот, как перефразирует тот советский анекдот про Ленина, то есть, на одном из малых языков по Волжье это было Хабиров-Кыш, Хабиров-Пыш, Хабиров-Туктамыш, да, жил, жив и будет жить. Ну, в общем, конечно, ужасно. Также мы узнали от Мурзагулов, что «Единая Россия» это очень плохая партия, но чудесный человек Ахмадинуров в состоянии сделать из нее чудесную партию. То есть, вот, по мнению Мурзагулов, только руками Рустема Ахмадинурова в Уфе у нас появится из этой ужасной и мерзкой воровской партии появится какая-то чудесная пушистая партия именно потому, что даже в Красногорске, по словам Мурзагулова, Ахмадинуров бегал по лесу и собирал грязь. В общем, я не знаю, при помощи каких-то особых, чудесных препаратов, видимо, Мурзагулов готовился к этому эфиру, но нес он такую восхитительную ахинею, что, ну, не процитировать это нельзя. Также Мурзагулов сообщил, что собирать штрафы в тысячу раз больше с населения это очень хорошо для населения. Это комментируя, значит, последнюю оперативку. Мурзагулов сообщил нам, что мусор вывозится отлично в Башкирии и что 70 рублей это совершенно незначительная плата. Ну, в общем, он старательно поддерживал все, что только можно поддерживать. То есть, он вот шел по списку. Однако, Мурзагулов присоединился к своему начальству и сообщил, что, значит, в республику Башкортостан в основной своей массе населяют всевозможные грязные свиньи, не умеющие парковать свои автомобили. И, значит, но скоро их научат это делать. Он нисколько не сомневается, что железной рукой он сможет научить парковаться жителей Башкортостана. И привел привел в пример какой-то там маленький райончик маленького города Красногорска, где им удалось навести порядок с этой парковкой. Также, Мурзагулов нам сообщил, что в Сибае живут изумительно здоровые люди. Потому что все разговоры о том, что там кто-то болеет от выбросов каких-то газов, это все ложь и вранье. только потому, что существует статистика. А статистика говорит Мурзагулову о том, что в среднем обращение к врачу в городе Сибае на 20% меньше, чем в среднем по республике. И потому Мурзагулов делает вывод, что в Сибае вообще никакой проблемы со здоровьем у людей нет. Никаких проблем с онкологией нет. Никаких проблем с болезнью детей нет. И легкие у них там в изумительном порядке. Напомню, что на встрече с Хабировым один из граждан, жителей Сибае сообщил такую интересную деталь. Дело в том, что количество обращений к врачам в Сибае незначительно, потому что к ним невозможно обратиться. Потому что существует запись на несколько недель вперед. Потому что к некоторым специалистам, почти ко всем, нужно записываться только по 10 человек в день. Ну, конечно, количество обращений будет маленьким, если не к кому обратиться. Резюмируя вот эту вот отчаянную попытку Мурзагулова восстановить свои позиции, я могу сказать, что, ну, конечно, наверное, ничего не получилось, но очень это повеселило всех, кто слушал этот эфир. Помимо всего прочего, Мурзагулов непрозрачно намекнул на то, что господин Михаличенко якобы вымогал у него там какие-то деньги, какой-то миллион рублей, а Мурзагулов героически ему сообщил, старичок, а стоишь ли ты этого миллиона? Ну, в общем, вот в этой своей шутовской манере Мурзагулов рассказывал, как, оказывается, у него несчастного местные политологи вымогают деньги. Он характеризует ситуацию в Башкирии таким странным, значит, образом. В Башкирии, оказывается, такая страна, такая территория, где каждому доброму человеку, приехавшему ею порулить, подходят какие-то страшные грязные вымогатели с широкими плечами и сообщают, что у нас тут традиционно нужно платить за какие-то диагнозы. Вообще, на самом деле, тут Мурзагулов прав. Не нужно никакого миллиона для того, чтобы понять, кто он такой и как он руководит вот этим вот информационным пространством. Я думаю, что в ближайшее время и Хабиров, и все остальные сделают правильные выводы, и они уже начали делать эти выводы в отношении господина Мурзагулова. Вся вот эта шутовская манера и вот этот вот игривый заходец, который, ну, в общем-то, некоторое время работал в Красногорске, абсолютно не сработал в Башкирии. Многие, кто применил здесь технологии Красногорска, обломали себе зубы, хотя бы потому, что общественное пространство в республике Башкортостан совершенно иное, и люди, подобные Мурзагулову, отказываются это понимать. Ну, еще отмечу, что в процессе трансляции, в ленте комментариев к этой трансляции с эфиром Мурзагулова большого количества раз появился вопрос, почему Ростислав остается все еще депутатом Красногорского совета, пребывая здесь в Башкирии и руководя Башинформу. Ну, тут я бы вступился за Ростислава, господа хорошие, но не отнимайте у человека хлеб, может, ему там зарплату платят Красногорские. Дело в том, что в Уфе-то он занимает абсолютно общественную должность, то есть, на самом деле, то, кем он является де юра, это практически никем, потому что он руководит всего лишь каким-то там попечительским советом Башинформы, он даже не его директор. Наверное, зарплаты ему не платят, то есть, ну, дайте уж человеку шанс хоть как-то прокормить семью, тем более, что хозяйство у Ростислава обширное, оно растет. Напомню, что вот недовольство Хабирова в последнюю неделю деятельностью Мурзагулова связано было напрямую с его внезапным отъездом в Испанию, надо было срочно поехать там переоформить, оформить недвижимость, которая там, значит, есть, заниматься вот этими юридическими вопросами и совсем не до Башкирии было Мурзагулова в последнее время, а все это хозяйство нужно финансировать в Испании, дорого, потому что, ребята, не отнимайте у него вот эту зарплату, если она вообще есть, депутаты Красногорского совета, и, кстати говоря, это хороший такой запасной аэродром, может, он туда съедет и избавит нас от своего присутствия и своего воздействия на нашу информационную среду, так что, пускай остается депутатом Красногорска, но, и подытоживая всю вот эту историю с эфиром, ну, конечно, я думаю, что Ростислав в отчаянии, и что ему делать, он не знает, потому в ближайшее время ожидаем новых перформансов от него, новых возможностей. Буквально на днях у нас вышел маленький материал, связанный с частной историей, касающейся города Уфы и детских садов стирки белья. Я, честно говоря, не ожидал такого эффекта, который она произведет на тех, кто в теме по этой истории, но буквально в тот же день, когда материал вышел, раздались звонки героини нашего выпуска, барышня, которая прокомментировала эту ситуацию в эфире, звонки были поначалу анонимными, с угрозами, с требованиями отозвать свои документы с угрозами в адрес нее, в адрес ее ребенка и так далее. Я официально заявляю тем, кто этим занимается, что если что-нибудь нехорошее произойдет вот с этой девушкой, с ее ребенком в детском саду, я предприму все усилия, все законные способы для того, чтобы до вас добраться. Мы напишем заявление в правоохранительные органы, мы сделаем все возможное для того, чтобы наказать тех негодяев, которые пытаются воздействовать на людей, которые имеют смелость высказать свое мнение. Господа хорошие, давайте находиться в законном поле, в цивилизованном поле. Если существует критика, отвечайте на нее, действуйте, что-то делайте, но не пытайтесь давить на ситуацию, не пытайтесь давить тем более на простых людей, которые набрали смелости и выступили публично на тему какой-то проблемы. Из этого инцидента, который случился после нашего сюжета, я делаю однозначный вывод. Мы правильно сделали, мы действительно затронули важную тему и важную проблему. И действительно, в Уфе нужно и Мустафину, и всем, кто связан с этой ситуацией, обратить внимание на решение этого вопроса, проконтролировать, как он будет решен, вникнуть в тему и заняться этой проблемой. Это сигнал о том, что мы действительно подняли правильную, верную тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин